Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Дорогие мои друзья, а также недорогие друзья тоже Перед началом данного видеоролика я бы вам хотел сказать, что по ссылочке в описании у меня есть мой телеграм-канал, на который вы можете подписаться И вот там вот следить за всеми новостями, которые вам только будут интересны Но это еще вообще, знаете ли, не все Это еще не все рекламы, потому что вначале у меня сейчас будет столько реклам, что вы просто охуеете Вот так же я там в друзья вконтакте всех добавляю Можете на мой инстаграм подписываться Можете вообще там, я не знаю, в Ask.fm задавать какие-нибудь вопросы Там вообще все можете делать Но сейчас не об этом Об этом чуть позже, да, как говорится То есть я все это знаю, но об этом чуть позже Давайте вот обусловимся конкретно, вот знаете ли, на этом Но еще вот после всех этих реклам Я знаете, что могу вам сказать Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор По которому вы сможете получить себе на руки своего персонажа целых 300 тысяч вертов Как-то я немного странно сказал Заживал большую половину слов Но вы и так все это прекраснейшим образом знаете Поэтому зачем вам обо всем этом еще и рассказывать Я вообще не понимаю, поэтому как бы ну Сами понимаете, наверное, да, чем вот все это как бы обусловлено И не только Так вот, Diamond Roleplay Мы опять-таки не отходим от Diamond Roleplay Постоянно все новости у нас вокруг Diamond Roleplay Потому что на других проектах почему-то вообще ничего такого, знаете ли, интересного не происходит Вообще происходит какая-то одна, знаете ли, там хуйня Но вот Diamond Roleplay сегодня как бы не особо про Diamond Roleplay Скорее про то, что с ним происходит Ну в общем-то, как и было обычно Но сегодня хоть какие-то проявления всего этого будут Сразу могу сказать, что каких-то объективных данных в данном видеоролике не будет Просто вот лично мои рассуждения, лично мои предположения и вот многое-многое другое Так вот, многие из вас знают, что Diamond Roleplay уже там на протяжении Нескольких дней, нескольких недель, нескольких месяцов Нескольких годов, нескольких столетий, нескольких веков Дудосят Понятно, для чего это делают Для того, чтобы там, знаете ли, остальные люди не могли играть на данном проекте И в общем-то уходили на какие-то другие проекты И Diamond Roleplay, разумеется, говорит, что, ну мол, это как бы самповские проекты делают Потому что, ну понятно, для чего То есть зачем какому-то обычному человеку просто вот так вот брать и дудосить проекты И вот Diamond Roleplay конкретно говорит, что вот честная конкуренция, видимо, людям не нужна Они хотят вот чисто, так знаете ли, задудосить Вот быть такими паразитами, которые просто мешают людям играть И в общем-то, насколько сообщает сам Diamond, насколько пишут новостные издания В общем-то, переквалифицировалось все это дело уже в более тяжкое Поэтому дудосерам грозит там вообще какая-то жесткая казнь Непонятно, как их всех будут искать Непонятно вообще, как там, что с ними будут делать Однако у Diamond Roleplay есть деньги Поэтому я более чем уверен, что если реально есть какие-то дудосеры Среди других проектов, среди вот всех прочих людей То этих людей вроде как должны найти с деньгами, которые есть у Diamond Roleplay Если они не пожалеют этих самых денег, вложат их все вот в это вот свое дело То я думаю, что дудосера найти, ну, не составит особого труда И вот наказать его уже реально по закону В данном случае я могу сказать, что Diamond поступает абсолютно правильно Потому что мы живем в цивилизованном обществе И вот знаете ли, там, ездить к дудосерам в шарагу, в еще какие-то прочие вещи И спрашивать, мол, зачем вы дудосите там Или что вы про самп-ютуберов говорили Или что вы там про мою мамку говорили В общем-то, это все не для Diamond Roleplay То есть, ну, это такие, знаете, локальные мемы Их поймут только локально, такие, знаете, или образованные люди Ну, об этом чуть позже Об этом чуть позже, да, как я уже об этом и говорил И вот вы знаете, под постами с вот этой вот всей ситуацией от Diamond Roleplay Где их дудосят, где с ними делают все прочие вещи В общем-то, постоянно игроки Diamond, ну, или не игроки Diamond, а другие вообще какие-то заинтересованные Возможно, не особо заинтересованные люди Постоянно, вы знаете, я бы сказал, выдвигают такие гипотезы О том, что, мол, да это все Аризона Roleplay Хочет стать монополистом на рынке И поэтому дудосит вот эти вот самые проекты Не давая им абсолютно точно вообще никак играть Типа, чтобы просто вот она стала таким монополистом А уже всех остальных задушить Ну, как бы, кто там останется Сам Прп, Адванс, там, Эвольф, Roleplay На котором, там, я не знаю, уже сколько недель, месяцов, столетий, веков Не выходят все эти обновления То есть, ну, там, сами, наверное, должны вы все это понимать Что, ну, скорее всего, нечто подобное и будет То есть, задушить как-то вот эти вот проекты с минимальным онлайном Ну, не составит труда, когда у тебя уже большой онлайн Но, опять же, какая мотивация у Аризоны вот всем этим заниматься Я вот просто не понимаю Ну, вот люди любят, знаете ли, постоянно сваливать все на Аризону Там, я не знаю, на Адванс Roleplay вышло плохое обновление Ну, это, блядь, все, Аризона виновата Она просто, знаете ли, скупила всех скриптеров, всех ютуберов, всех прочих людей Поэтому, как бы, мы не смогли для вас подготовить нормальное обновление Там, я не знаю, еще какие-то вещи произошли Постоянно вот во всем у этих людей виновата Аризона Во всех, блядь, смертных грехах При том, что то, как ведет себя Аризона в медийном поле Это максимально такой, знаете ли, миролюбивый ко всем проект Вспомнить ту же ситуацию с Absolute Roleplay Когда были задействованы файлы вот этого, знаете ли, Absolute Launcher Absolute вот этих вот всех прочих вещей Которые абсолютно точно не защищены авторским правом А никаким их может использовать кто угодно Там, в каких угодно целях и многое другое Потому что, ну, их не защитить авторскими правами Это не авторские файлы Абсолюта Тем более, это, блядь, модификации для игры Я не знаю вообще, насколько ее можно защитить авторскими правами Типа, ну, да это ж пиздец какой-то Но Аризона вот просто там по одному какому-то желанию Абсолюта Просто взяла и вот как-то вот все это сделала Я не знаю, просто вот удалили файлы вот этого вот самого Абсолют Плей То есть вот такая вот, вы хотите сказать, миролюбивая Аризона Которая там не пошла на конфликт с Абсолют Ролеплей То есть у Аризона столько денег, что она может, блядь, эти Абсолют Ролеплей Я уверен, все за Абсолют Плей, Абсолют Ролеплей все заткнуть может И нихуя не будет Но люди поступают максимально нормально, максимально адекватно По отношению к своим вот этим, вы знаете ли, серверным коллегам Которые тоже держат какие-то сервера Которые тоже хотят как-то радовать людей То есть говорить, что это все делает, блядь, нового Аризона Это, ну, блядь, пиздец Разумеется, сам Даймонд каких-то конкретных имен не называет Но вот, знаете ли, просто люди И в частности, игроки Даймонда Они вот постоянно обвиняют Аризона Ролеплей Что она вам, блядь, сделала, я просто не понимаю Друзья, нужно быть менее токсичным 2020 год, это, знаете ли, год такой всемирной доброты Даже я стал более мягким в сравнении с началом 2019 года Поэтому, сами понимаете Но об этом чуть позже, да, блядь Всем спасибо за просмотр данного видеоролика IP Аризона Ролеплей Феникса Также ссылочка на мой телеграм-канал В котором по достижении 50 подписчиков Будет много всяких вещей Поэтому подписывайтесь туда И следите за всей этой информацией именно там Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok